здравствуйте уважаемые зрители сегодня будет очень важная тема и я фролов юрий андреевич рад вас приветствовать смотрите обязательно от и до значит кого эта тема интересует и волнует а это все у кого из первого и второго типа сахарный диабет или кто предрасположен или те люди кто еще здоров в этом смысле но не хочет допустить эту болезнь и те кто хочет изучить эту тему что это такое от чего бывает 1 2 тип сахарного диабета какие тут есть закономерности это что не знают врачи пару или не хотят знать я расскажу сегодня вам все это просто жизненно необходимая важная лекция поэтому обязательно выслушайте ее от и до о чем же я буду рассказывать теперь по пунктам во первых я расскажу вам что такое сахарный диабет 1 типа каковы причины последствия и прочее второго типа мы разберем что такое гипогликемия и гипергликемия это очень важно знать вообще что такое гликемия потом что такое диабетический кетоацидоз кетоновые тела почему от чего не бывают как по их наличию или отсутствию понять то или иное что происходит в организме ну и что делать собственно главный вопрос что же делать как вылечить эти заболевания что для этого нужно знать но теперь давайте пожалуй по порядку это сахарный диабет 1 типа это конечно аутоиммунные заболевания можно назвать это автоиммунным и аутоиммунным это одно и то же по сути некоторые еще спорят говорят правильно аутоиммунные также как автолиз или аутолиз который академик уголев открыл явление назвал вот так и так это говорит о том что сам организм сама иммунная система наша уничтожает свои же собственные клетки организма сейчас я объясню почему это происходит для тех кто еще вообще моих лекций не смотрел и да дорогие друзья я советую вам посмотреть то что будет под ссылкам здесь ниже под этим видео а теперь поясняю и так автоиммунные или аутоиммунные заболевания конечно же эндокринная и главным диагностическим критерием данного заболевания является хроническая гипергликемия которую мы сейчас чуть подробнее разберем более того вследствие абсолютной вот этой недостаточности выработки или абсолютное отсутствие выработки инсулина теми самыми бета-клетками то есть островками лангерганса нашей родной поджелудочной железы когда-то это начинает происходить у тех у кого начинает и это главный показатель что скорее всего такое заболевание есть значит ну а про инсулин я скажу так чтобы не было двояких толкований было абсолютно четкое понимание что такое инсулин это белковый гормон а гормоны это белковые тела кстати как и ферменты как и витамины основы это белки так вот это белковый гормон который помогает глюкозе как за ручку его берет и проводит в клетку то есть помогает проникать глюкозе куда в каждую клетку нашего организма в любую клетку любого органа любой ткани без него без этого гормона инсулина глюкоза не может усвоиться и она будет оставаться в этом случае в крови высокой концентрации а вот этот высокий уровень глюкозы в крови как бы ну во первых он не несет никакой энергетической ценности а при длительном вот этом вот самом гипергликемии то есть высокой концентрации когда у нас в крови глюкозы то начинается повреждение суставов и нервных волокон приводит к это к серьезным заболеваниям уже других систем сердечно-сосудистых нервной системы и прочее ну и вот и при этом состоянии клетки как бы энергетически голодают потому что глюкоза в клетку не проходит как основной источник энергии потому что ей просто не хватает этой самой необходимой глюкоза для обеспечения и об осуществлении всех обменных процессов в клетке в том числе и строительных потому что на строительство клетки обновления необходимы что тоже энергии тогда что происходит тогда начинается Извлечение этой энергии из жиров Потому что жиры тоже запас энергии А далее, если жировой ткани не хватает Даже из белков И поэтому могут быть последствия, о которых мы поговорим чуть дальше И по этим последствиям По этим критериям можно судить о том Что с организмом происходит А также анализировать почему, каковы причины Ведь многие люди живут долго с диабетом Не зная, что у них диабет Об этом мы тоже сейчас поговорим Так вот, понятие гликемия Вообще означает уровень сахара в крови Поэтому бывает гипергликемия Когда этот уровень повышен Сахара выше нормы И гипогликемия, когда сахара в крови ниже нормы Теперь давайте разберем, что такое Диабет второго типа Итак, сахарный диабет второго типа Является, конечно же, хроническим заболеванием Вследствие которого происходит снижение Восприимчивости ткани То есть толерантности, так называемой Восприимчивости ткани организма к инсулину Так вот, основным признаком Характеризующим это заболевание является Нарушение углеводного обмена и рост уровня глюкозы в крови Который также можно измерить легко И, как правило, эти люди имеют лишний запас жировой ткани Лишний вес и много других нюансов Сейчас расскажу, каких Так вот, надо понимать, что при данном типе заболевания При диабете второго типа Клетки организма, они просто не усваивают глюкозу Которая необходима для их жизнедеятельности И нормального функционирования, обменных процессов В отличие от сахарандиабета первого типа Поджелудочная железа всё-таки Она вырабатывает инсулин Потому что при первом типе вообще не вырабатывает Островки Лангерганса Просто разрушены в большей или меньшей степени Вот, а при этом типе Другая проблема Инсулин вырабатывается Однако он по какой-то причине Не реагирует с организмом на клеточном уровне Есть на то причины, почему это происходит Но главное понимать, что Да, медицина, кстати, не может точную причину назвать Я могу, я скажу вам её позже Которая вызывает вот такую реакцию на инсулин В ходе вообще исследований различных факторов Приводились определённые предположения Но мы не будем руководствоваться предположением Я скажу уже сразу, давайте скажу Что, во-первых, и главная причина Это неадекватное питание Причём оно не так связано с углеводами, как с белками И вообще огромное количество бед наших современных и болезней Связано именно с тем, что человек потребляет белковой пищи Во-первых, много Во-вторых, любые высокомолекулярные белки Которые не синтезированы в организме А поступают извне Не в полной мере разбираются в нашей, скажем, пищеварительной системе Дойдя до тонкого кишечника Где любая пища, уже разобравшись до мономеров То есть до микрочастиц должна всасываться в кровь Переноситься ей в каждую клетку И уже в клетке происходят вот эти обменные строительные процессы И вот в каждой клетке организма Есть такие органеллы, рибосомы называются Вот именно там происходит сборка белка Ещё в школе изучали, да не знали Даже и не помнят люди, что они изучали Это биосинтез белка Образование Из чего происходит синтез белка? Из аминокислот Поэтому, дорогие друзья Хватит повторять глупости за неучами Что нужны белки И белки нам белки вообще не нужны Нам нужны аминокислоты Вот их должно быть все Все 26 из 26 Все 8 из 8 незаменимых И не более того Потому что любой белок, попадая в организм Должен разобраться Но если он высокомолекулярный, сложный И не переварится в нашем ЖКТ в полной мере И всё-таки проникнет малая его процентная часть Но проникнет в кровь Моментально возникает реакция антигена-антитела Когда иммунные клетки обязаны уничтожить Чужеродный агент, попавший в организм А это именно реакция идёт только на белки А не на название То есть на вирусы, грибки, бактерии Не то, что человек Это создала структура На эту чужеродную, очень сложную Специфическую структуру Идёт эта реакция И наши родные клетки уничтожают Что? Уничтожают вот эти чужеродные агенты Но иногда сбивается программа И вот иногда А в этом и есть причина всех аутоиммунных заболеваний Когда наши же родные клетки Вот их как бы заклинивает Заклинивают, ну, будем считать так Наш организм в целостности своей И наши родные клетки начинают уничтожать Похожие по структуре клетки Которые они уничтожали до того Потому что, например, постоянно в организм попадали Те или иные виды инфекций Вирусы, грибки, бактерии Либо чужеродные, высокомолекулярные Другие белки Например, когда человек постоянно ест творог, сыр И вот этот страшный, тяжёлый Почти неперевариваемый белок казеин Который содержится в молоке Так вот, дорогие друзья Основная причина И практически единственная Сахарного диабета первого Именно типа Я говорю про этот тип Автоиммунного заболевания Это молочный белок казеин Подробнейшим образом у меня всё это рассказано В трёх статьях Будут ссылки даны И в нескольких видеороликах Которые я категорически советую вам посмотреть Потому как эта информация жизненно важна И даже если это противоречит с вашими жизненными привычками Каким-нибудь опытом Или какими-то вашими верованиями Ну, скажем, тут вера больше, а не опыт То я прошу беспристрастно Без фанатизма Совершенно отрешённо проанализировать Потому что Если вы будете идти против здравого смысла Против законов природы То хуже будет только вам, а не природе Боретесь вы своими протестами У кого они будут, конечно, не со мной А вы боретесь с природой Почему? Ну, тогда просто изучите И вы поймёте И не важно, что предки пили Никаких доводов не надо Я говорю всего лишь факты Факты абсолютные Факты Проверены это биология, микробиология Это биохимия Это очень всё на самом деле просто Да мы сильно усложнили и запутали И мы верим, а не хотим разобраться Итак, идём дальше Выявление заболеваний Я говорю о втором типе Да, на ранних стадиях Конечно, поможет избежать очень серьёзного Во-первых, длительного лечения Во-вторых, последствий На начальной стадии достаточно сложно распознать Первый тип диабета И второй, ну, особенно второй Несколько лет может быть бессимптомно практически То есть скрыто Были такие люди Известные, в том числе и артисты Какая разница? Все люди в этом смысле одинаковы Когда узнавали Когда у них уже были колоссальные дозы Сахара в крови И уже определённые последствия Вот давайте разберёмся С симптомами заболевания Ну, во-первых Симптомы сахарного лебета Диабет второго типа какие? Во-первых, сильная жажда Потом Повышенный аппетит Бывает резкое увеличение А бывает уменьшение массы тела И объясню это чуть дальше Почему же уменьшение может быть? Ну, как правило, увеличение Это увеличенный объём мочи И частые позывы к мочеиспусканию Особенно если совпадают такие факторы Как сильная жажда и частые позывы То это, ну, практически точно Диабет второго типа Потом Слабость при этом организма И это не мудрено как раз Вследствие гипергликемии А потом гипогликемии Это происходит постоянно и часто Далее Ну, есть и более редкие признаки Как бы сахарного диабета второго типа Давайте их разберём Во-первых, это снижение остроты зрения Конечно, я говорил, что на сосуды В том числе микрокапилляры Очень сильно влияют Избыточное количество сахара в крови Потом То есть их просто человек варит Со своём фактически сахар И они разъедают сосуды Я так примитивно это говорю Но точное по факту Теперь Возникновение язв на коже И я так скажу Плохое заживление ран Вот это очень важно То есть долго раны Следы видны Это тоже признак Тогда ищите другие Нет ли совпадения Ещё с некоторыми Другими признаками Чтобы идти, как говорится Проверяться и знать Нет ли у вас этой болезни Потом Анемение конечностей И покалывание в конечностях Но это может быть ещё дефицит Магния Это может быть дефицит Витамина В12 Но и это в том числе Если у вас вот ещё раз скажу Сухость во рту Частые позывы в туалет При этом жажда Ну и при этом ещё вес повышен Сто процентов он есть Старение кожи Прыщей Трофические язвы Незаживающие раны Это всё как раз Вот проявление сахарного диабета А помогают в нём Ну я имею ввиду Друзья сахарного диабета Это антибиотики Которые ещё ухудшают Состояние здоровья Теперь давайте я вам Дорогие друзья Перед тем как мы придём Я прям покажу вам Это расскажу Механизм всего этого процесса Я поясню Общие некоторые сведения Важные Ну во-первых Надо знать Что в России сейчас Более 15 миллионов Больных сахарным диабетом Это более 10 И даже я бы сказал 15 процентов населения В той или иной стадии А в США Более 25 Через 10 лет Я говорю Гарантированно Будет 80 Примерно процентов Далее Люди многие едят Сахар и сахаросодержащие продукты Натощак А это как правило Конечно же Это синтетический сахар А не натуральный Из овощей и фруктов Не сравнивайте Дорогие друзья Сахар из фруктов А натуральный Натуральную фруктозу Органическую И синтетический сахар Дело в том Что глюкометр покажет И так и так Повышенную дозу сахара Но в одном случае При синтетическом Она идет исключительно На вред Вот все что мы описываем Все процессы А в другом случае Вреда не будет И поэтому диабетики Многие кстати знают Например сахарный сироп Ну так называемый Из топинамбура Он сладкий Но проблем никаких не будет И даже у многих Не повышается уровень Сахара в крови При его употреблении Это имейте ввиду В природе кстати Натуральный сахар Идет ведь вместе с клетчаткой Белками Жирами В органической форме С витаминами А не отделенный Синтетический монопродукт Тем более Синтетического Такого природы Как десахарид Например Какой-нибудь Сахароза Который моментально Всасывается Срезко повышает Уровень сахара в крови И огромную нагрузку Делает на поджелудочную Железу Категорически Не ешьте все то Что является Синтетическим То есть на полках Супермаркетов Начиная от печенья До соусов кетчупа Везде добавляют сахар Это делать категорически Нельзя То есть можно конечно И более-менее здоровый Человек пока живет Но это все повлияет В любом случае На здоровье человека Даже у кого нет Сахарного диабета Это просто Человеческая рекомендация Я уж не говорю Про газировки Пить надо воду Дорогие друзья И травяные отвары Но не более того Врачи-диетологи Конечно дают Врачи-диетологи Дают всякие таблетки Для похуения Диеты Это тоже Вот эти таблетки Провоцируют сахарный диабет Потом К чему приводит Чрезмерное потребление Сахаросодержащих продуктов Ну конечно же К привыканию А дальше Попробуй отними У человека Что-то сладкое Ломка Плохое настроение Ну и в общем-то Обсинентный синдром Во всех его смыслах Ломка И так далее Теперь Важно Что в девятнадцатом веке Чтобы вы знали Максимальное потребление В самых развитых странах Было пять килограмм Сахара в год На человека Уже в шестьдесят пятом году Тридцать пять килограмм Сейчас семьдесят и более Это фактически Токсический сироп Внутри человека Вот что происходит Помните Что в промышленном сахаре Нет ничего Ни витаминов Ни какого баланса Нет ни с чем И на энергозатраты Практически не идет А идет целиком На убийство Поджелудочной железы И в жир Ну и соответственно Вызывает тяжелую форму Гипергликемии Теперь давайте посмотрим Про гипогликемию Она возникает Когда уровень сахара В крови То есть глюкозы Падает слишком низко Ну и есть несколько причин Почему это может произойти Самая распространенная Из этих причин Это побочный эффект От лекарств Которые используются Для лечения Сахарного диабета Но чтобы понять Как возникает Гипогликемия Необходимо понять Что вообще Как организм Ну как бы регулирует Вот производство Хранение сахара Его ассорбцию Вот это важно понять Итак давайте посмотрим Мы разберемся Еда понятно Что это комплекс Углеводов, жиров, белков Углеводы Это сахара Есть сложные и простые Об этом я сейчас говорить не буду Но дам ссылку Если вы хотите разобраться Подробнее Где это у меня Посмотреть Где я объясняю А пока скажу лишь Что глюкоза Как часть компонента Комплексного питания Всасывается в кровоток После еды Причем достаточно быстро Это быстрый углевод И она должна проникнуть В клетки организма Глюкоза в крови Это сигнал поджелудочной железе Она вырабатывает инсулин И инсулин протаскивает Глюкозу в клетку Все хорошо Но дополнительная При этом глюкоза Запасается в клетках Где в мышц И печени В виде животного Крахмала Это полисахарид Который называется Гликоген Животный крахмал Это концентрат глюкозы Так вот Происходит снижение Глюкозы в крови То есть слишком много Сладкого поели Я условно говорю так Часть вошла на энергопотребление Клетки Часть пошла Запаслась в виде концентрата На случай Что называется голодный В виде гликогена Основное количество в печени Ну и в мышцах тоже Потому как она Мышцы выполняют Активную сработу То соответственно Энергопотребление их большое И это удобно Быстро Все это доставляется Так вот Это в балансе Норма реакции существует Когда идет голодание Человек не ест То вот этот животный крахмал Превращается в глюкозу Поступает в кровоток Опять кровью Все переносится до каждой клетки Где нужда есть И все в порядке Идет усвоение Удержание уровня сахара В крови Происходит Постоянное Пока человек Не поел Если сахарный диабет У человека И влияние инсулина На Скажем Организма На эти процессы Резко уменьшается То он уменьшается По одной Как правило Из двух причин Первая Это ваша поджелудочная железа Просто Не производит Достаточного количества инсулина Но это уже Либо вообще не производит Это первый тип И вторая причина Это ваши клетки Менее восприимчивы К инсулину Когда мы говорим О втором типе В результате чего Глюкоза Имеет Скажем Такую особенность Накапливаться в крови И может достигать Опасных Вот этих Концентраций Поэтому совет Диабетикам Такой Сразу Кто уколит инсулин Что нужно учесть В плане регулирования Сахара Так вот Надо знать Что если вы Принимаете Слишком много инсулина По отношению Количества глюкозы В крови То может привести К очень сильному Снижению уровня Сахара в крови А это приведет К гипогликемии Гипогликемия Она может Возникнуть еще По причине Что если После Принятия Вашего лекарства От диабета Если вы принимаете Вы не едите Столько Сколько Обычно Едите Когда идет Расчет От обычного Приема пищи Которая обычно С врачом Согласовывается И сколько По дозе Нужно Инсулина Вколоть Если инсулина Зависима Тогда Соответственно Происходит Дисбаланс Но если вы Подверглись Еще и большим Физическим Нагрузкам Тогда используется При больших Физических Нагрузках Больше Глюкозы Больше Чем обычно Вот вследствие Такого Дисбаланса Может сильно Снизиться Инсулин По отношению К глюкозе Чтобы этого Не случилось Необходимо Просто определить Оптимальную Дозировку Если вы принимаете Какие-то лекарства Либо инсулин Полите То есть Вот эта дозировка Должна быть Такая Которая соответствует Вашим Обычным Нагрузкам И привычкам В еде Хотя Привычки в еде Надо менять Дорогие друзья Если вы хотите Вылечить Второй тип Диабета Он лечится Очень быстро И легко Как правило Ну Зависит от стадии Запущенности Но Три недели Месяц Можно вылечить Потому что Это исключительно Связано Только с Неадекватным Питанием Вашим Причем Если вы удивлены Что это связано Даже Не только С потреблением Большого количества Углеводов Хотя это правда Абсолютно Но это связано Еще с потреблением Животных Высокомолекулярных Белков И стоит лишь Прекратить их Потреблять Конечно При этом Нельзя потреблять Никакие Синтетические Сахара И продукты Переработанные То есть Всякие печенья И прочие Кетчупы А естественно Натуральную Пищу только То вот Если вы уберете Животные продукты То от второго Типа Диабета Особенно Если вы перейдете На сыроедение С преобладанием Овощных соков То вы Вылечитесь Примерно В течение Месяца От этой проблемы Если только У вас нет Сопутствующих проблем Которые Отягощают Усугубляют Эту вашу болезнь Это просто Индивидуально Можно разобраться И очень быстро Понять причину И назначить Как говорится Комплексные Меры Которые Однозначно Приведут К успеху Это лечится Очень просто Первый тип Диабета Сложнее Потому что Тут уже Автоиммунное Заболевание Повреждение Либо Полное уничтожение Бета-клеток Островков Лангерганса И если даже На панкреатических Протоках Остались Бета-клетки То все-таки Это Возможно И таких случаев Тоже много И первый тип Лечится И снимаются С инсулиной Зависимости Но Это происходит Дольше Теперь давайте Посмотрим Про гипогликемию Говоря Что у людей Без диабета Она тоже Встречается Но встречается Реже Это надо понимать Причины Развития Этого состояния У Недиабетиков Могут быть Какие Это важно знать Но может быть У вас и нет Диабета Правда Но вы должны Знать эти Как бы Показатели Показания Поэтому Смотрите Первое Это лекарственные Препараты Если Какой-то Случайный Прием Чужих Лекарств От диабета Может быть Причиной Гипогликемии Вдруг Это случилось То есть Надо Учитывать Все факторы Другие Лекарства Также Вызывают Состояние Это Савина Касается Конечно Ну Скажем Детей И людей У кого Есть Почечная Недостаточность Ну Один Из примеров Это Хинин Например Который Используется Для лечения Малярии Он тоже Может Привести К Гипогликемии Второе Некоторые Особые Заболевания Например Тяжелые Заболевания Печени Тяжелая Форма Гепатита Может К этому Приводить Имейте Это Ввиду Это Тоже Очень Важно Понять Откуда Причина Или Диабет Может быть Это И не Диабет Но Те же Самые Проявления И врачи Ставят Диагноз Диабет Хотя Возможно У вас Тяжелый Гепатит Надо Лечить Печень Излечиться От Гепатита Это Возможно И С Лечится Ну Там Скажем За Полгода Ну Максимум За Год Точно И тогда Это Пройдет Автоматически Это Тоже Вызывает Гипогликемию Потом Болезни Почек Которые В нормальном Состоянии Выводят Лекарства Из Дальше Ну Алкоголь Понятно Алкоголь Вызывает Однозначно Он Может Просто Заблокировать В освобождении Хранимой Глюкозы Кровь Из Печени И тем Самым Вызывает Гипогликемию Это Надо Тоже Иметь Ввиду Потом Перепроизводство Инсулина Бывают Такие Опухоли Поджелудочной Железы Называются Инсулинома Да Которые Могут Вызывать Перепроизводство Инсулина И Приводят Это Тоже Гипогликемии Ну Другие Опухоли Могут Привести К Чрезмерному Производству Инсулина Подобных Веществ Которые Также Примерно Могут Влиять Это Уже Сложно Находится Лабораторно Изучается Но Это Ред Потом Увеличение Бета Клеток Поджелудочной Железы Которая Производит Инсулин Может Такое Быть Заболевание Потом Дефицит Гормонов Это Гуморальная Регуляция Организма Она Нарушается А гормоны Между собой Связаны И Происходит Дисбаланс В регулировке Производства Глюкозы Дети Например С этими Расстройствами Заболевания Более склонны Гипогликемии В отличие от Взрослых То есть Они более Уязвимы И вот Какие же Есть Осложнения Гипогликемии Это Надо Тоже Знать А Тем более Если Вы игнорируете Тем более Долгое До потери сознания Может быть И ведь Это связано С тем Что мозг Постоян нуждается В глюкозе Последствия Могут быть Дефицита Глюкозы Или фруктозы Натуральной Конечно Да мы говорим Об этом Первое Это могут быть Потери сознания Если низкий Сахар в крови Слишком Припадки Из-за недостатка И некоторых Нервных Нюансов С нервной системой Связанных Скажем так Последствий Ну и даже К летальному исходу Тоже может быть Теперь Что касается Тестов И Очень просто Либо Индивидуальным Глюкометром Любой поликлинике Ну в общем Тут никаких проблем Нет Это может Каждый сделать Это все Я думаю Все люди знают Об этом Не будем тратить время Далее Давайте поговорим О гипергликемии Процентное соотношение И нормы Содержания Сахара в крови Вы видите На табличках Поэтому Об этом я сейчас Не говорю Теперь Гипергликемия Что это такое Причины Симптомы Лечения Да и вообще Это основополагающие Вопрос Давайте его разберем Итак Гипергликемия Или повышенный уровень Сахара в крови Что это такое Это состояние При котором Большое Чрезмерное количество Глюкозы Циркулирует В крови В плазме Крови Обычно Это уровень Сахара в крови Выше 11,1 ммл Ммл То есть Или 200 мг На децилитр Но симптомы Могут не проявляться Вплоть даже До более высоких Значений Иногда До 20 И даже Были случаи До 25 ммл Если у человека Уровень глюкозы В крови Постоянно Находится В диапазоне От 5,6 до 7 Считается Что у него Гипергликемия В то время Как уровень Например Глюкозы Более 7 ммл Это уже Сахарный диабет Важно тут понять Что это не разовая Такая проблема А вот если Хронически Повышенный уровень Сахара в крови Выше 7 ммл То это точно Гипергликемия Это Скорее Диабет И это может Вызывать Повреждение органов Значит Несколько факторов Которые могут Спровоцировать Возникновение Гипергликемии Это очень важно знать Какие Давайте их посмотрим Ну во-первых Конечно употребление Большого количества Углеводов И большего Чем обычно И сладкого В первую очередь Тем более синтетического Потом Меньшая физическая активность Вы едите То же самое Так же Но физически Меньше Изо дня в день Работаете Чем раньше Поэтому это фактор Что касается Вообще симптомов То есть Очень характерные Ну во-первых Еще раз Чрезмерная жажда Сухость во рту Нечеткое зрение Частые мочеиспускания Ну и конечно усталость При этом Утомляемость быстрая Незаживающие Или плохо заживающие раны Снижение массы тела И частые инфекции Такие как например Молочница Которая вызывается Грибком Кандида Альбиканс Ну и другие Есть кандиды Об этом мои лекции По грибковым инфекциям Смотрите Если у вас есть Симптомы Гипергликемии Которые я сказал Особенно в комбинациях Друг с другом Важно проверить Уровень глюкозы В крови Понятно Что постоянно Высокий уровень Сахара Может привести К хроническим Осложнениям Как я уже говорил В первую очередь Почки Заболевания Глаз Сердца Повреждения Нервных волокон Советую при этом При этих проблемах Безусловно Убрать из рациона Или сильно уменьшить Сахаросодержащие продукты Синтетически Вообще есть Нельзя Я понимаю Что люди много Что делают Что нельзя Я говорю Как в идеале Б12 Обязательно В виде метилкабаламина Принимайте Вот эти симптомы Которые я перечислял Они развиваться Могут в течение Неских дней Могут в течение Неских недель Но чем дольше Это состояние Остается Невылеченным Неустраненным Тем более Серьезные последствия Будут И Ну скажем Мягко Могут быть Значит так Если у вас Уровень глюкозы Выше 10 мм После еды Или более 7,2 мм Перед едой Это очень Высокий уровень Сахара Он не должен Быть таковым Тогда Идите К врачу Обследуйтесь Измерения Сами делайте Ну в общем Выясняйте Смотрите на стойкость Эти показатели Меняйте питание Уведите изменения Если конечно Не первый тип Тогда не сразу Изменения будут Второй Будет быстро Изменения Теперь Причины Какие возникновения Гипергликемии Ну конечно Ряд факторов Способствуют этому Во-первых Специфические заболевания Как я уже говорил И инфекции Которые усложняют Усугубляют Эту проблему Снижение физической активности Тогда Сахара Не нужно столько А человек столько же ест Как привык И у него конечно Поджелудочная железа Страдает Она же Принимает на себя Огромный удар Приходится вырабатывать Много инсулина Ну когда-то Приходит конец всему Теперь Употребление Большого количества Углеводов И большего Чем обычно Потребляете При этом Если высокий уровень Стресса И серьезный стресс Такой перманентный Или хронический Постоянный То это провоцирует И усугубляет В том числе Сахарный диабет Развитие этой болезни Дальше Неправильная дозировка Препаратов Которые снижают Уровень глюкозы В крови Это тоже причина Очень важная Далее Есть такое понятие Инсулино-резистентность При сахарной диабетии Второго типа Тут важно Что сказать Дело в том Что активные Физические упражнения Физическая нагрузка Посильная Это является Одним из лучших Ну и наиболее Эффективных способов Сохранения Уровень глюкоза В крови Если много глюкозы Больше физической работы Уровень снижается Меряете Закономерность проводите И вы уже знаете Сколько вам Как работать Трудиться физически Сколько есть И так далее Опытным путем Подбирается Ведется дневник Все это очень просто Но если уровень сахара В крови Становится слишком высоким Вы можете его Кстати снизить С помощью как раз Физической Дополнительной нагрузки А если вы принимаете инсулин То в принципе Конечно да Надо поговорить Со своим врачом Но главное Чтобы вы знали Что нужно определить Во-первых Лучшее время для тренировки Знания нужны Тут биохимии Конечно когда Больше всего Может потребляться Энергии Запасаться И так далее Если у вас Такие осложнения есть Как повреждения Ну скажем Нервов Или глаз То упражнения Должны быть специфические Чтобы не повредить Не усугубить Эти проблемы Да Если у вас был диабет В течение длительного времени И вы проводите Инсулинотерапию разную Или если у вас Кетоны в моче есть Надо сдавать Анализы мочи То тогда Если не все в порядке То осложнения Гипергликемии Могут быть Весьма серьезными Ну какие Во-первых Повреждение нервов Как следствие Этих причин И диабетическая Нейропатия Так называемый Есть такой диагноз Потом Почечная недостаточность Проблемы Сердечно-сосудистой системы Повреждение почек Так сказать Есть такое понятие Диабетическая Нефропатия Потом Глазные заболевания Ну вот Есть такие проблемы Да Сетчаткой Особенно Потом Проблемы с ногами Вызванные Повреждениями Нервных Окончаний Или плохом Плохом кровообращении Истоньшении Сосудов И Некроз Сосудов Даже Да Может быть Особенно Это начинается В конечностях Так называемая Диабетическая Стопа Страшная Беда Страшная И проблема Это уже Некроз Гниение Фактически Ткани Человеческого Тела Проблемы С кожей Бактериальные Грибковые Инфекции Часто Бывают У людей Страдающими Этим Проблемами Потом Диабетический Гиперосмолярный Так называемый Синдром У пожилых Людей Встречается Чаще С сахарным Диабетом Конечно Второго Типа Часто Дело В том Что кровь Становится Более Как бы Густой Концентрированной Это приводит К Скажем Так Высоким Уровнем Натрия И сахара В крови А это Может увеличить Потерю воды И Ухудшить Обезвоживание А много воды Особенно Проблемы с почками Отеки И прочие Проблемы Поэтому Надо кардинально Менять питание В первую очередь Нужны Свежевыжатые соки Морковно-свекольные Сельдереевые Это могут быть Комбинации С фруктовыми Такими Как немного Яблочного Например Но главное Овощные соки Не бойтесь Их Увеличивайте Необходимы Проростки Какие? Проростки Мака Кунжута Голозерного Овса Амаранта Потребляйте их В пищу В идеале 5-6 дневные Проростки Сок проростка Пшеницы По 30 мл Концентрированного Сока Отжатого Доиды Минут за 20-30 Или час Запивая водой Либо В таблетках Вот как у нас Он например В вакуумно-дегидраторах Делается Это то же самое 4 таблеточки Заменяют 30 мл Свежеотжатого Сока Проростка Пшеница Это активный хлорофилл Это очень сильное Средство В борьбе С сахарным диабетом В том числе Хотя не панацея А панацея Это комплексные Меры Какие? В том числе Потребление Во время еды Например Спирулины По чайной ложечке 2-3 раза в день Это конечно же Зеленые коктейли Это безусловно Качественная Активная вода С отрицательным ОВП Желательно Минус 200-500 мВ Это конечно же Водородная вода То есть С содержанием водорода Где-то примерно 1 мг на литр Или больше Или хотя бы 0,7-0,8 Это очень важно Есть такие приборы Специальные Они у нас есть Которые делают Эту воду Ну и естественно Человек потребляя Такую воду Проживет как минимум Дольше на Много лет А если еще Это молодой человек Лет 30-40 То дополнительной Жизни у него Будет ну как минимум Лет 30 Потому как И было В тех местах Где были Сверхдолгожители И именно там Эти свойства воды Как один из главных Факторов Обуславливают Такое высокое Выше чем В соседних районах Даже тех же Регионов Или стран Увеличенные Особые продолжения Жизни Это конечно Вода Вода это основа Но я советую Изучайте мои лекции По воде По физико-химическим Свойствам воды Там вы увидите все Это крайне важная информация Помните что Если не лечить Гиперосмолярные Синдром То это может Привести к опасному Для жизни Обезвоживанию И даже коме Я скажу вам еще вот что Гипергликемия Может привести К диабетическому Кетоацидозу Я обещал Вначале О кетоновых телах Поговорить Так вот Важно следить За гипергликемией Поскольку Я говорю Что вот это состояние Приводит к этому Осложнению Тяжелому Опасному Под названием Диабетический Кетоацидоз Значит Он вызывает Кому И смерть Ну в крайней форме Своей Он редко возникает При диабете Второго типа Как правило Он возникает У людей с диабетом Первого типа Имейте это ввиду Значит Высокий уровень Глюкозы в крови Означает Что клетки организма Недополучают Глюкозы Для получения Нужного количества Энергии В результате Этого организма Прибегает К разрушению Собственной Жировой ткани Ну с целью Получения энергии Из жирных кислот Так вот И это разрушение Приводит к образованию Кетонов Поэтому Если человек Очень толстый И начинает резко худеть Тоже за этим Надо следить А резкое Вот это Разрушение Жировой ткани Которое приводит К образованию Кетонов В больших количествах Приводит К повышению Кислотности Крови А значит Ее загущение Дорогие друзья А значит Сердцу труднее Качать эту кровь А значит В конечностях Микрокапиллярах Она плохо Проходит Циркулирует И обменные процессы Ухудшаются А значит Вследствие Токсичных веществ В межклеточном пространстве Остается больше Хуже функционирует Лимфатическая система Как главная Канализация Нашего организма Которого выводит Токсичные вещества И продукты Распада Метаболизма клетки По своей Вот этой Системе Лимфатической Которая в 3 раза Больше кровеносной И выводит Это из организма Через разные Специальные Так сказать Системы Так вот Через кожу Через толстый кишечник И так далее Поэтому Посмотрите Мои лекции О лимфатической системе Ни в коем случае Не закисляет Свой организм Закисляют организм Вареные продукты Любые Которые природой Не предусмотрены Варка и жарка Закисляют организм Белки в первую очередь Азот Вообще Азотистые соединения Сильные Закислители И это приводит К проблемам Комплексным В частности Вот К загущению крови Поэтому Вода В этом случае Порой спасает Людей Даже кто Неправильно питается Какая вода Водородная С отрицательным ОВП Есть приборы Которые так и называются Вот эти Персональные Генераторы водорода Или статические Большие Об этом смотрите У меня по ссылочкам Все будет Порой иногда Человеку Можно спасти жизнь Не все люди Конечно К сожалению Могут изменить питание Хотя могут-то все Да не все хотят Но Жалко Порой своих мам Пап Которые не могут Это сделать Либо не понимают Значимость Но Спасти им жизнь Предотвратить инсульт Инфаркт Который очень легко Возникает Вследствие загущения Крови И особенно ночью Почему это происходит Потому что человек Поел Кровь загустела Тем более вареная Жареная пища Тем более белковая Не дай бог Кровь загустела А если еще жирная Она еще жирная Станет Вязкая Сердцу труднее качать Вот вам инсульт Инфаркты Все понятно Плюс плохая заживаемость Потому что Как раз кровь Как болото А там еще разводится Как говорится И по крови Могут быть Так сказать Инфекции Ну и иммунитет Это слабый Разумеется Инфекции берут Верх над человеком Вот почему и грибковые Заболевания и прочие Растут буйным цветом Давайте так Профилактика Гипергликемии Ну во-первых Понятно Что контроль сахарного Диабета И тщательный Мониторинг Постоянный Глюкометр иметь надо У кого это проблема Поэтому регулярная проверка Уровня глюкозы в крови Ежедневно проверять Записывать Фиксировать Ну как бы вот так Потом контролировать Потребление углеводов Особенно я вам еще раз говорю Перестаньте есть синтетику Ешьте овощи и фрукты Не вареные А как природа их создала Или бог Если вы религиозный человек И верите в создание всего Что есть богом Так вот не надо тогда Извращать законы природы Которые гласят Что бог или природа Создал пищу А дьявол создал кулинара И поэтому Все что есть в природе Достаточно И было бы говорить То же самое Что если бы мы сказали Мы же говорим Мы приготовим пищу Значит что мы говорим Мы говорим Природа Или мы говорим Бог Ты дурак Или ты дура Ты для всех животных Приготовила Со своего стола Вот этого Скатерти Самобранки Все что нужно Без варки А для нас людей Не приготовил ты бог Значит ты идиот Мы лучше знаем И мы доготовим Вот что мы говорим Вы поймите Ведь я понимаю Что сейчас Некоторые могут Возмутиться Вы оправдываете Свои желания И пристрастия Не потому что Вы можете мне доказать Что я не прав Я прав Потому что я всего лишь Констатирую законы природы Потому что для всех Живых существ Биохимия одинакова Обменные процессы Одинаковые Клеточные Биосинтез белка Идет одинаково И так далее Поэтому выдумывать И додумывать За природу Ничего не надо Хуже будет Только людям Поэтому и миллиарды Людей больные Что они слишком Сильно отдалились От природы Извратили ее Ну ладно Об этом подробно В моих других лекциях А теперь Дальше Надо иметь план действий Когда уровень глюкозы В крови достигает Определенных уровней Понятно что надо Либо лекарства Принимать Плавно от него Отказываться Когда вы переходите На живое питание На специальные Препараты Природные То химические Вы уменьшаете Просто проверяете Естественно уровень Чтобы в пределах нормы Была реакция Количество сахара Регулируете количество Съедненной пищи Физическую активность Время приема пищи Конечно В тяжелых случаях И если риск Большой Есть такие медицинские Браслеты Для идентификации И они даже Отсылают данные То есть когда врачи Могут среагировать Это так сказать понятно Что делать вообще надо Конструктивно Если мы говорим Но во-первых Дорогие друзья Надо менять питание Переходить на живое Человеческое питание На видовое питание На естественное Потом Физическая работа Прогулки Пробежки Контроль Состояния физического Ну понятно Что глюкометр Коррекция И постепенный Отказ от инсулина Уменьшая Уменьшая дозу Потом Минеральные компоненты Фокус Который я категорически Советую Как единственный Простой Поставщик всех Абсолютно Микро и макроэлементов Хилатной Органической Ионной Водорастворимой Форме Об этом посмотрите Обязательно Видео Здесь Это жизненно Необходимая информация Иногда Только это Помогает людям Решать очень серьезные Проблемы со здоровьем Прием Этого фокуса Потому что у нас у всех Тотальный дефицит Микро и макроэлементов Потому как они Не синтезируются В организме Продукты питания Ими сейчас Очень бедны Даже органические Продукты И поэтому Это выход Действительно Очень серьезный Потом Травы Грибные препараты Я вкратце Об этом сейчас скажу Конечно Правильное питание То есть диета И в идеале Переход на сыроедение Через соколечение Почитайте Нормана Окера Про соколечение Очень рекомендую Но более того Системный подход Заключает в себя то Что мы учитываем Все факторы Так вот Чем больше факторов Вредных Из своей жизни Мы отбросим Чем больше полезных Факторов Для здоровья Мы применим В своей жизни Возьмем их То тем легче Нам справиться С любой болезнью В том числе С диабетом Посмотрите мою Вводную лекцию Кто вообще еще Не в курсе О чем идет речь Кто хочет понять Как устроен организм Всего лишь за 4 часа Вы все это Поймете И уже будете знать Что делать вам дальше Это категорические Я вам советую Давайте я В заключение Скажу еще Вот такую вещь Как бы Такие данные Что помните Еще раз Что сахар Синтетический Добавляется везде Начинают кетчупа Там Крекеров Кремов Каких-то И вплоть до Мюсли Хлеба И так далее И так далее Хлеб не надо есть Ну уж Ладно В печке Вы сами печете Из пророщенного зерна Там это еще Куда не шло Но лучше это не есть Я советую Убрать вареные Крахмалы Хлеб Картошка Рис Ешьте овощи и фрукты В крайнем случае Овощи на пару Гречневую кашу Это в крайнем случае Да Ладно Но никакую Не картошку Тем более Не жареную Тем более Не синтетические Сахара В любых проявлениях А если уж Сахар То хотите То это Сироп Топинамбура Или сироп Виноградный Натуральный А вообще Фрукты Дорогие друзья И натуральный мед Если только он Честный Без химических Без синтетических Добавок Без сахара Который Человоды Многие Применяют Если он Тем более Дикий Это целебный Продукт Который Могут Даже больные Диабетом Любого Типа Применять Такие Меды Мы Очень долго Искали И нашли Даже Старобрядцев В Сибири И на Алтае Которые Даже Бортевой Мед Добывают Ну об этом Отдельно У меня В других Видео Так К слову Сказал Что касается Еще Фруктоза Натуральная Помните Она не опасна А синтетическое Опасно Далее Чтобы не было Ни почечной Недостаточности Потом Ни онкологии Никаких Сахарозаменителей Никаких Синтетических Сахаров Без Сахара Сахарина И так далее Стевию Я не буду Это долго Объяснять Не рекомендую Есть исследования Что резко Поднимается Давление Факты Которые могут Говорить о том Они еще не проверены Но зачем рисковать Что к онкологии Возможно Это может приводить Исследования Такие есть Они проверяются Но не нужно Это делать Что еще я вам хочу Сказать в конце Что есть грибные Лечебные препараты И есть методики Которые составлены Очень давно Которые проверены Куда входят Такие грибы Как например Веселка Шитаки Только это не сборы Помните Отдельно каждый Потребляется Грибной препарат Каждый отдельно Запивается водой Есть методики Есть у меня Очень хорошая Комплексная методика Это мой Мини инфопродукт Номер 18 В нем Полностью подробно Разжеванная Уже Система По лечению Сахарного диабета Первого и второго Типа Куда входит все Начиная от Что называется Нюансов Связанных с питанием До приема Лечебных грибных препаратов Трав Комбинации Трав Лечебных грибных препаратов И других факторов Как раз Как раз именно я говорю О комплексном подходе Когда если мы учтем Все это То безусловно Вы вылечите Сахарный диабет Первого и второго Типа Для профилактики Если то не будет И конечно Это здоровый Образ жизни В целом Который конечно Поможет каждому Человеку Оставаться здоровым А не болеть Иметь запас Прочности Что называется Большой Ну а если у ваших Родственников Родных Есть эта беда То я советую Во-первых Дать им Вот эту лекцию Которую я вам сейчас Говорю Вы слушаете И по ссылочкам То что я рекомендую Это действительно Информация жизненно важная Нужно это все осмыслить Ну а по нашей лекции Я думаю Вы все уже поняли Подытожим Итак Первый тип диабеты Это когда нет вообще Островков лангерганса Бета-клеток Или их очень мало И инсулина вырабатывается Очень мало И любой сахар В крови Держится долго Потому что Глюкоза Не может Пройти в клетку Потому как Не хватает гормона инсулина Но дело в том Дорогие друзья Что в чем Суть этой проблемы Почему автоиммунные А потому что Эти островки Лангерганса Либо уничтожены Либо полностью Либо почти И вот если почти То восстановить Это возможно Клетки Как вы знаете Делятся путем метоза То есть Без половыделения клеток Удваиваются Их количество Станется больше и больше И восстановить можно Только тогда Когда убрать Первопричину Почему не лечат Первый тип диабета Врачи Потому что Они не устраняют Первопричину А первопричиной Я подчеркиваю Первопричиной Накопление гнойных токсинов И трупных ядов В организме Это потрясы На различные Кадаверины И другие Вплоть до В межклеточном Пространстве И в клетках В виде таких Квацерватов Пузырьков С этими Отходами Токсичными Которые 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 Не могут В полной Мере Вывестись Из организма Не хватает На это Действия Сил наших Выделительных Систем В связи с тем Что мы Каждый день По несколько раз В день Порой Пичкаем себя Мертвой Вареной Пищей Главное Высокобелковой Пищей А двигаемся Мало И действительно Спортсмены Могут Даже неправильно Питаясь До поры До времени Чувствовать себя И быть здоровыми Но как они Меняют свой Образ жизни Перестают так Активно Заниматься А при активной Физической работе Лимфатическая Система Очень активно Работает И выводит Из организма Яды Токсины Гораздо Быстрее И в больших Количествах А потому как Человек перестает Такой активной Физической Работой Заниматься Но питается Так же По привычке И он начинает Организм Быстро Сыпаться Еще раз Не пытайтесь Искать Опровержение Каких-то Причины В себе Ищите Наши привычки Это наша вера Наша вера Это отсутствие Знаний И мы всегда Пытаемся себя Как-то переубедить И найти доводы Любые Лишь бы найти Волшебную таблетку Нет волшебной таблетки А теперь я скажу По-другому Есть волшебная таблетка Она в том заключается Что это комплекс мер Которые мы изменим В себе В своем образе жизни Привычках поведения И питания Главное И только тогда Мы сможем Изменить первопричину Убрать ее И тогда организм Как самовосстанавливающаяся Система Позволит Восстановиться И проблема Любая Пройдет Но здесь Организму нужно Помочь Потому что Действительно Разные стадии У разных людей Есть разрушение Организма В частности Вот этих бета-клеток И поэтому Да Здесь конечно Нужно помочь Тем более Если человек Давно принимает Инсулин Колит Или другие препараты И он уже Подсажен Как бы У него Гормональные системы Подразбиты Соответственно Нужно Постепенно Уменьшая Дозу препаратов Потреблять Правильную Адекватную пищу Заставлять Наши родные Клетки Поджелудочной Железы Без насилия Над собой Синтезировать Инсулин И постепенно Снижать Дозу Синтетических препаратов Это то же самое Как препараты При Например Высоком давлении То же самое Поэтому Некоторые подсажены Годами сидят Но постепенно Можно их убрать Значит У всех болезней Есть свои нюансы Конечно Есть индивидуальные Которые можно Решить индивидуально Если вы Находите Соответствующего Специалиста Который хоть понимает Разбирается В биологии Биохимии А не просто Те врачи Которые действуют По бумажкам Которые Вот такие препараты Химически Подсаживайтесь Другого варианта Нет Иначе бы Иначе бы Иначе бы Не было Этой индустрии Много Триллионные Даже не миллиардные Это Вы сами понимаете Что такое Современная медицина Это фактически Сращивание с корпорациями Это напрочь Уничтожение Настоящей Традиционной Так называемой Народной А на самом деле Традиционной Медицины Это уничтожение Знаний О природе Это фактически Уничтожение Природы Это помещение Человека В неестественные Условия жизни Естественно У такого человека Будут Вполне естественные В данных условиях Обитания Болезни Тем более Если человек Еще неадекватно Питается И чем дальше Поколения идут Тем болезни Молодеют И сахарного диабета Как и других болезней Все больше и чаще Он встречается У молодых людей И это безусловно Понятно почему Группа факторов Их 9 У меня есть такая лекция 9 причин болезни Посмотрите ее Она будет здесь Под данным видео И вы поймете Но говоря о сахарном диабете Во-первых Синтетические сахара Животные белки И поэтому необходимо Очищение организма Переход на адекватное питание И специальные Лечебные меры Натуральными средствами Которые к тому же Помогут еще и решить И другие проблемы Серьезные А не только Сахарный диабет Потому что Натуральные средства И действующие Сильно действующие В отличии от Химии проклятой Они Как бы это сказать Имеют много побочных эффектов Но эти побочные эффекты Все положительные Что ж дорогие друзья Я надеюсь Было приятно И важно Это видео Для просмотра Вашего Я вас прошу Ставить лайки Не лениться Пожалуйста Это будет мне важно Как ваши отношения Обратная связь от вас Ставьте под видео лайк То есть пальчик вверх Пишите комментарии И соответственно Обязательно смотрите Нажмите Еще Под данным видео Прямо находится Такая надпись Три буквы Еще Нажимаете мышкой Попадаете на ссылочки Открываются ссылочки Которые я рекомендую Посмотрите Обязательно посмотрите По этим же ссылкам Будет мой Мини инфопродукт Номер 18 Методики лечения болезней Сахарного диабета Первого и второго типа Всего вам самого лучшего Дорогие друзья Крепкого вам здоровья Здравомыслия Изучайте Смотрите мои лекции Они вам помогут Как они и помогли Тысячам людей Естественно Сами же потом Поблагодарите за это До свидания И до новых встреч Всего вам самого лучшего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok